Железный кулак. И сказать бы сибирский характер, но нет. Уроженец Архангельской области, звезда смешанных единоборств и мирового уровня Сергей Харитонов впервые в Барнауле. Не дерется, а фотографируется и оценивает молодое поколение. И борцы есть, и ударники хорошие. Так что Сибирь всегда слава богатарями. Так что здесь ребята очень сильные. Сам Харитонов в боях 20 лет. А этим участникам самим нет и 20. На первенство в Барнаул приехали спортсмены со всех регионов Сибири. Чтобы быть запертым в клетке, из которой выйдет только один. Для обычного зрителя смешанное единоборство кажется беспределом. Правил немного, но они есть. Например, нельзя в парте рябить ногами в голову. И каким бы кровавым этот спорт не казался, голову отключать нельзя. Моя задача, я бы не давал треугольник и все. Все дальше пополам. Новосибирск! Новосибирск! Кого вы ждете? Я поддерживаю новосибирскую команду. А почему в таком костюме? Так принято у нас. Среди финалистов первенства то и дело выходят представители Новосибирска или Омска. А алтайских спортсменов действительно меньшинство. Федерация смешанных единоборств в крае только набирает обороты. Но для молодых, подающих надежды, это наоборот отличный опыт учиться сразу у достойных соперников. Кемеровская область, потом Омская область и Новосибирская область. То есть, в принципе, достаточно хорошие сборные такие. Но я скажу, что у нас, судя по прошлому году, как Сибирь проходила, в этом году у нас результаты получше даже, чем в прошлом. Но это радует, что ребята растут. По итогу первенства Сибири победителем стала сборная Кемеровской области. В чемпионате Сибири по смешанным единоборствам первое место заняла Омская сборная. Алтай пока вне пьедестала. Но, надеемся, это пока. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком.